Сенсация встания американских демократов. Кандидат в президенты США Барак Обама совершил неожиданный рывок. На праймерис в Луизиане, Небраске, Вашингтоне и на Виргинских островах он сумел обойти свою соперницу Хиллари Клинтон. Однако в общем зачете экс-первая леди по-прежнему лидирует, хоть и с ним минимальным отрывом. Не обошлось без сюрпризов и у республиканцев. Кандидат Майкл Хакоби, едва не сошедший с дистанции, одержал сразу две победы в Канзасе и Луизиане. Однако бесспорным лидером среди кандидатов от республиканской партии остается сенатор Джон Маккейн. В минувшую субботу он выиграл праймерис в Вашингтоне. По мнению политологов, Маккейну надо победить всего в нескольких штатах, чтобы стать единым кандидатом от республиканцев. Экипаж Шатл Атлантис проводит внеплановую проверку теплозащитного слоя космического челнока. По предварительным данным, во время старта от топливного бака оторвались куски изоляционной пены и один из них повредил обшивку. Не исключено, что челноку потребуется ремонт на орбите. Атлантис с семьёй астронавтами на борту пристыковался к МКС в субботу. Сегодня членам экипажа предстоит ещё один выход в открытый космос для установки европейского модуля «Коламбус». Эти работы, запланированные на воскресенье, были отложены из-за болезни немецкого астронавта Ханса Шлегеля. Вот таковы основные новости к настоящему моменту. Ну и вот, что вы увидите после региональных вестей, когда мы, собственно, с вами и встретимся снова. Самые чудесные столбы. Сегодня за чудесами мы отправляемся в Красноярск. Полёты наяву. Новый фильм «Телепорт» раздвигает границы пространства. Диван на колёсах. Иван Зинкевич проехал по Москве на Киа-Соренто. Доброе утро. В эфире «Вести Магнитогорск» в студии Анастасии Ильина. Более тысячи южноуральских пенсионеров получат до конца февраля бесплатные слуховые аппараты. От простых карманных до суперсовременных. На эти цели из областного бюджета направлено 6 миллионов рублей. Были закоплены слуховые аппараты 8 различных модификаций. Пенсионерам, которые нуждаются в устройствах для коррекции слуха, пришло извещение. На нём указан адрес, по которому можно получить аппарат. Специалисты медицинских фирм помогут каждому пациенту правильно настроить технику. Вопросами здоровья озабочены и магнитогорские власти. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет построен в левобережной части города уже в этом году. Проект будет финансироваться из федерального бюджета. На строительство ФОКа будет потрачено 40 миллионов рублей. Магнитогорск был выбран из целого списка кандидатов. Помогло лоббирование городских интересов партии «Единая Россия» и металлургическим комбинатам. Во-первых, потому что фактически строительство ФОКа уже началось. Имеется вся необходимая проектно-сметная документация, которая позволяет начать федеральное финансирование. В-третьих, администрация города показала себя вместе с местным отделением «Единой России» очень хорошо при строительстве ледового катка «Умка», который был открыт прошлым летом. Левобережный ФОК будет не единственным приобретением для города. Программа сотрудничества с Москвой по строительству спортивных объектов рассчитана до 2015 года. 88 южноуральских мам, которые воспитали пятерых и более детей, удостоены знака отличия материнская слава. Губернатор области уже подписал соответствующее распоряжение. Четыре многодетные мамы из Магнитогорска поедут на торжественный прием в областной центр. Он состоится 29 февраля в резиденции правительства региона. Впервые в этом году женщинам вручат единовременное денежное вознаграждение от 50 до 100 тысяч рублей за добросовестное выполнение своих обязанностей в воспитании детей и за вклад в укрепление семейных традиций. Первый этап всероссийской благотворительной программы «Музей музыка дети» пройдет в Магнитогорской картинной галерее 21 февраля. В акции будут участвовать воспитанники сиротских учреждений. Для них организуют специальные занятия, концерты и экскурсию по Магнитогорску. Администрация города планирует привлечь к участию в акции около 100 подростков из детских домов и интернатов. Вторым этапом программы станет конкурс письменных работ среди детей-сирот. Авторы трех лучших произведений нынешней весной поедут в Санкт-Петербург. Финансируют благотворительную программу «Союз музеев России». Памятники легендарным директорам металлургического комбината планируют установить в скверах города. Возможно, появятся и скульптуры другим людям, чьи имена в Магнитогорске хорошо известны. Сегодня мы решили спросить у горожан, какие памятники должны украшать наш город. Я не знаю, каким-нибудь героем войны в Афганистане. Носову, обязательно Ивану Харитоновичу Рамазану. Это абсолютно верно. Наверное, памятник нужен участникам Афганистана военных действий и Чеченской республики. Друзьям своим. У меня очень хорошие друзья. У нас не хватает памятника реабилитированным. Вот это надо обязательно установить. Учителю какому-нибудь нет. Ну, Завинягину, допустим. Можно Завинягину поставить память. Тоже же связан с комбинатом с нашим. Наверное, Путину. Ленин стоит, Пушкин стоит. Почему бы Путина не поставить? В чистоте, может быть, города. Более 80 видов представителей животного мира со всех уголков планеты собрались во дворце спорта имени Рамазана. Здесь открылась выставка «Экзопланета». Выставка существует уже больше пяти лет. Это бывшая коллекция Московской станции ЮНАТОВ. Изначально у нас было 23, скажем так, экспоната. То есть 23 животных всего. В процессе нашего путешествия по всей России практически у нас постоянно пополняется. Где-то покупаем, где-то меняем. Для малышей из детских домов экскурсии проходят бесплатно. Животные не агрессивны, поэтому практически всех можно погладить и получить фотографию на память. А по понедельникам и пятницам можно посмотреть процесс кормления. Работать выставка будет до 2 марта. Далее ситуация на финансовых рынках. На последних торгах курс доллара повысился на 13 копеек. Сегодня американская валюта стоит 24 рубля 78 копеек. Курс евро понизился на 24 копейки. Европейская валюта сегодня стоит 35 рублей 86 копеек. На финансовом рынке доллар по-прежнему уступает евровалюте. Курс евро к доллару колеблется в районе 1 доллара 46 центов. Индекс российской торговой системы понизился. И его показатель сегодня 1887,41 пункта. О спорте. В Театре оперы и балета прошла торжественная церемония чествования лучших спортсменов 2007 года. Первые позиции у боксеров Артура Бетербиева, Ислама Тимурзиева и Давида Айропетяна. Также в числе лауреатов грибцы Игорь Кравцов, Александр Агеев. Биатлонисты Павел Максимов, Александр Скороходов. Кроме того, две горнолыжницы Мария Шкалова и Анна Сорокина. Помимо спортсменов были отмечены и их наставники. На очереди информация от центральной диспетчерской службы. С 9 до 16 часов прекращается подача горячей воды в ряде домов по Менделеево, Горького, по улице Уральской и Строителей. С 8.30 до 19 не будет холодной воды. В ряде домов по Суворова, Ленина и по улице Октябрьская. С 9 до 17 планируется отключение электроэнергии. В ряде домов по Боткино, Сосновой, Магнитной и Лепсе. Таковы новости к этому часу. О других событиях 2025 вам расскажет Ольга Беличенко. Я желаю вам удачной рабочей недели. До новых встреч на телеканале Россия. Сегодня в Фершинпенуазе минус 5, минус 10 градусов. В Кизильском районе от 5 до 10 морозов. В Верхнеральске 7-12 градусов ниже нуля. В Новоапзаке минус 4, минус 9. И в Магнитогорске сегодня облачная погода с прояснениями. Временами снег, слабая метель. Температура воздуха минус 6, минус 11 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...